Результатом доволен, доволен ребятами, как они именно с каким настроением вышли играли. Заслуженно победили и в целом больше сказать нечего. Коллеги, ваши вопросы? Старков, тренингоком, с серебряным возвращением, с победой. В первом тайме вы заменили Швейцова и перестроились с трехцентральных защитников на два. Почему-то не такое решение. Подожди, ты, как его? Что вы перестроились? А с трехцентральных защитников на два, почему-то не такое решение. Почему мы играли четыре защитника изначально? Мы изначально четыре защитника играли. Швейцов играл правого защитника, Галлович и Чиж, и Крайнего играл Лях. А почему заглянили Максима? Что-то плохо ему стало. Ну серьезно, плохо стало, человек победил по смерти ходить. Что-то плохо ему стало, я не знаю почему. Попросил замену, и все, и поэтому я заменил. В целом он нормально играл. Мы его специально поставили под пострелок, да? Да. Потому что быстрый игрок, и мы поставили шеву к нему. Ну еще хотелось бы продолжение спросить. В Жодино вы тоже начали в четыре защитника, потом вынуждены, кажется, перестроились на три. Ну молодой человек, в Жодино ребята вообще не выполнили и десятой части установки. То, что требовалось. Ну а вопрос не в этом, почему решили перейти все-таки от трех центральных к четырех защитникам? Потому что мы знали, что Днепр, как-то сложно мне так будем считать Днепр, что Днепро играет с двумя крайними нападающими, которые играют очень широко, и центральные нападающие. Поэтому мы решили сыграть четыре защитника, и как можно ближе должен был сыграть Шева, выключить пострелок, а Ляк должен был выключить правого нападающего. Плюс Чиш и Легало играли против центрального. Но зато мы насытили центр, мы поставили трех опорных, и по фону у нас играли нападающие, если вы видели. У нас играл, Ксенофонтов играл, начинал с Лева, а Белонок справа. Практически мы повторили схему Днепро. У меня был вопрос про перестроение защитной линии, вы уже ответили. Вопрос по молодым, Ляк, Ксенофонтов. Это тенденция в давление молодым, либо вы немножко... Я понял, мне очень не понравилось, как мы действовали в последних четырех матчах. Даже с Ислачу я бы не сказал, в целом мы играли достаточно организованно, все, а одна ошибка, которая привела голову. Мы даже Ислачу тоже не дали создать моментов. Но после Ислача я не представляю, что произошло. Понятно, вы уже по мне соскучились все. Я сам смотрел за игрой с трибуны, я честно тоже был шокирован. Четыре игры этих, это было какое-то недоразумение. С чем это связано, мне сложно на это ответить. Поэтому я решился на такие коренные перемены, потому что хуже всего это ждать. Даже, может быть, идти не в ту сторону лучше, но все-таки идти лучше, чем сидеть и ждать море погоды. Это те изменения, на которые я решился. Я доверил эти позиции молодым ребятам. Я считаю, что если футболисты допускают систематические ошибки, эти ошибки идут в череде матчей, которые влияют на результат, я дал сегодняшний шанс играть молодым, посмотреть. Но это лучше, чем ничего не делать. А уповать на невезение или там еще на что. Могло ли на команде сказаться именно ваше отсутствие? Максим, громче, пожалуйста, не слышно ничего. Я догадываюсь о чем. Сергей Томич, может быть, на команде сказалось ваше отсутствие? Вы знаете, я вспоминаю, были времена, как-то Юрия Павловича, его же тоже часто выгоняли, как-то его на пять матчей убрали. Но мы так раскрепостись, мы так играли. Он говорит, да я больше вообще выиграл. Честно говоря, я думал, что после игры с Шахтером это как-то ребят, наоборот, подстегнет. Ну, серьезно. Потому что тот произвол, который творился в той игре, оказывается, это еще не пик был. Но произошло, видите, обратно. Получается, что все-таки, наверное, лучше мне... Но если бы команда бы пять игр выиграла, поверьте мне, я точно бы на лавку не вернулся. Я бы с трибуны наблюдал. Очень много чего видно. Максим, продолжай. Ну, даже если не говорить об этих пяти играх, то в целом по сезону Динамо обороны выглядят не очень надежно. Хотя при вас обычно было обратно. Все-таки, как думаете, почему так происходит? Ну, вы сами знаете, почему происходит. Потому что сначала все... Не хочу повторяться, не хочу говорить. Но понятно, что целый год команду будет вот так вот. У меня, если вы в курсе знаете, посчитайте, сколько у меня центральных нападающих в команде. Зубович. Это только так я сказал. Четыре центральных. Я стою, я не знаю. Ставцы Ложкин подрастает. Но я опять еще раз говорю, что этим молодым ребятам, что сделать шаг вперед, им надо пройти предсезонку с командой. Главная команда. Наиграться, набить шишек в товарищеских матчах. Ложкин же тренируется с нами. Все, я вижу, парень хороший, одаренный. Но все равно не те скорости, не та... Да и крепнуть надо. Вы спросите у Ложкина, сколько он прошел предсезон в своей жизни? Скажите мне. Не знаете? Ноль. Ноль. Как? Потому что, когда начинается подготовительный период, все наши молодежные сборные готовятся к непонятным турнирам. Сначала турниры надежды, потом турниры урожая, потом турниры пасеки. А может, все-таки стоит задуматься, что им надо начинать именно заложить базу им. Беговую базу, силовую базу. Подготовить их к футболу, к мужскому. А их начинают уже с декабря, они там каким-то сбором ездят. Никто об этом не задумывается. А потом правильно проходит. Вот он прошел все этапы сборных. Юношеская там. И смотришь, ноль. А как он подготовки ни разу не прошел? За счет чего он будет расти? Давайте к интересному. У вас был сегодня монолог с россиянником. Все ограничилось без предупреждений на террасу. Нет, я спросил, кто во вратаря въехал. Говорит, я сам не знаю, кто въехал. Но если въехать во вратаря, то это шарфной, правильно? Я просто про это спросил. А так, в целом, я считаю, он плюс-минус нормально справился. Если судья был незаметен, я считаю, что это вообще идеальный судист. Несоскучность по бровке. По бровке? Да. Я всю жизнь по ней бегал. Потом просто заканчивал в центре. Ну, возвращаясь к теме, опять же, той неудачной серии. Может ли такая игра «Динамо» отпугнуть потенциальных владельцев? Опять, мы все будем разговаривать о бюджете, какой нам дадут, или еще о чем. А ведь, в первую очередь, надо думать о инфраструктуре. Не только о зарплатах футболистов. А нужно думать, как развивать инфраструктуру, как развивать именно и детский футбол поднимать. Динамовский. Пока только разговоры идут, дать деньги футболистам. Но клуб от этого не станет значимым. Если вы знаете Галицкий, первое, что он сделал, я уже рассказывал про это. Первое, что он сделал, он построил академию. Сейчас великие ребята, они с хорошими там играют. А мы пока только говорим. Ну, дашь ты денег, поверьте мне, они растворятся. Но клуб от этого значимым не станет. Нужно смотреть более, ширше. Максим? В последнее время со стороны болельщиков звучит много критики. Ваш адрес готов, что по окончанию сезона вас могут отправить в отставку? Если бы я об этом волновался бы. Я в отставке не боюсь. Поверьте мне. То, что произошло в этих 4-5 матчей, это играло, я не знаю, те ошибки, которые мы допускали, любители не допускают. Вот я с любителями в футбол часто играю. Поверьте мне, ты приходишь и начинаешь, там говоришь, да не надо, вот так сделай. И он начинает делать, представляешь? Но то, что мы, во что мы играли, я сам был шокирован, потому что на тренировке я ребятами доволен. Как они тренируются, как они играют, это реально, это я получаю истинное удовольствие. Но когда почему-то выжил вот эти именно 5 матчей, для меня это было просто какой-то... Будут ли еще вопросы? Максим, давай заключим с ним вопрос. Как отреагировали на высказывание Петра Качура о том, что вы не в одной команде ничего не добились? Ну и выход сборной Сербии на чемпионат мира это ничего-то, не знаю. Хотя, с другой стороны, о чем мне его обсуждать? Пускай за своими смотрят, за своей работой. Я его, мне он вообще не интересен, и я его обсуждать не буду. У меня на него времени нет. Коллеги, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, пострадаю.